ТРАССА СТО ОДИН Приветствую! В эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Со вчерашнего дня на всех автомобилях, оборудованных шипованными покрышками, должен иметься знак шипы, буква Ш в красном треугольнике. За его отсутствие полагается штраф в 500 рублей или предупреждение. Это предписание входит в перечень изменений в ПДД, вступивших в силу 4 апреля. С 500 рублями рискует расстаться и водитель со стажем до двух лет, если он не пометил авто наклейкой с восклицательным знаком. Также начинающим автомобилистам теперь запрещено буксировать другие транспортные средства. А вот мотоциклистам, не имеющим двухлетнего опыта, нельзя перевозить пассажира. ТРАССА СТО ОДИН У почти что 300 тысяч россиян, имеющих долги, в прошлом году было временно приостановлено действие водительского удостоверения. Эта мера, по данным Службы судебных приставов, позволила взыскать с неплательщиков более 3 миллиардов рублей. Напомню, что без прав можно остаться из-за задолженности более 10 тысяч рублей. Причем это не только штрафы ГИБДД. ТРАССА СТО ОДИН МВД закончило работу над законопроектом, который разрешает наказывать нарушителей ПДД на основании частной фото- и видеосъемки. Как рассказал один из руководителей ведомства, цитирую, «Это даст возможность любому гражданину, зафиксировав видео или фото, отправлять на портал Госуслуг. С Госуслуг в Центр обработки данных для вынесения постановлений о нарушении». Депутат Госдумы Василий Пискарев, видимо, раздосадованный тем, что многие водители продолжают садиться за руль, будучи лишенными прав за пьянку, предложил кардинальную меру – отбирать удостоверение у рецидивистов навсегда. Такая идея, кстати, высказывалась неоднократно. Как была и мысль о том, чтобы возвращать права досрочно, если нарушитель докажет, что полностью исправился. ТРАССА СТО ОДИН Оформлением ОСАГО может заняться государственная структура – российская национальная перестраховочная компания. Данное предложение поступило от Министерства финансов. Чиновники надеются, что в том числе благодаря этому на рынке автогражданки удастся навести порядок. Руководство же компании опасается, что ему придется иметь дело с самыми проблемными клиентами и регионами. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова